Дистанционная работа, учеба и даже досуг. Сегодня это не просто рекомендация, а требования органов власти. Наша съемочная группа успела побывать в детской школе искусств в Козловке до режима повышенной готовности. О том, как изменилась школа после ремонта и о запуске специальной онлайн-платформы для детей, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Восьмилетняя Василиса уверенно перебирает клавиши. На новом инструменте даже любимая мелодия звучит по-новому, утверждает она. Я сейчас исполнила мелодию как вок. Мы занимаемся еще вокалом, эстрадным вокалом. Здесь очень все красиво. Новые фортепиано хорошие очень. Не только новыми красками, но и новыми мелодиями образовательный процесс заиграл благодаря участию в государственной программе Чувашской Республики развития культуры и туризма. Свыше 10 миллионов рублей ушло на капитальный ремонт фасада, кровли, замены окон, внутреннюю отделку и закупку нового оборудования. Например, муфель на печке ребята смогут обрабатывать вот такие глиняные фигурки, свистки и даже посуду. Все в школе новое. Это инструменты Рембельштейн. Четыре мы купили. Вот муфель на печку, которую видите. Обучается 370 учащихся и в возрасте от 5 до 18 лет. Фортепиано, баян, аккордеон, духовые и народные инструменты, эстрадный вокал. Направлению детской школы искусств стало больше. Под одной крышей объединились педагоги музыкальной и детской школы искусств. Детям это нравится. Они могут выбрать сразу несколько направлений. Я хожу на два отделения. На фортепиано отделение и на хоровое. Я очень люблю петь. Всегда выступаю на концертах. И мне это приносит удовольствие. Я вообще хочу стать какой-нибудь известной актрисой или певицей. Завершится карантин и ребята продолжат занятия. А пока они адаптируются к новым форматам. Педагоги проводят онлайн уроки и мастер-классы. Давай посмотрим смелый наездник. Первую часть до репризы. Давай, попробуй. Посмотри по ноткам. Каждая рука отдельно. Ладно? Живого общения с любимыми педагогами это, конечно, не заменит. Но подтянуть и закрепить уже изученное вполне возможно. Тем более, что все понимают, что это временная мера. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.